В прошлых лекциях мы говорили о том, зачем нужны письменные работы и где найти вдохновение для их написания. Были также затронуты вопросы различных стилей изложения письменной работы, а также рассмотрены основные виды работ, таких как эссе, реферат и диссертация. В рамках этой лекции на бакалаврском уровне мы поговорим о характеристиках хорошего эссе. Напомним, что эссе – это литературный очерк, трактующий литературные, философские, социальные и другие проблемы не в систематическом научном виде, а в свободной форме. Интересно, что создателем жанра эссе является Мишель де Монтень. Это французский писатель и философ эпохи Возрождения, опубликовавший в далеком 1580 году собрание работ под названием «Эссай», то есть «Опыты». Популярность эссе в последние годы возрастает. Часто абитуриенту при поступлении в учебное заведение или при трудоустройстве в качестве необходимого задания предлагается написать эссе. Исходя из актуальности, хотелось бы коснуться характеристик качественного эссе. Прежде всего, это яркое, эффектное начало. Приступая к написанию эссе, начните с главной идеи или яркой фразы. Ваша основная задача – сразу захватить внимание читателя. Для этого можно применить сравнительную аллегорию, иллюстрирующую мысль. При этом важно, чтобы неожиданный факт или событие связывалось с основной темой эссе. От эссе также ожидается креативность. Речь идет об оригинальности и высоком полете мысли. Некоторые авторы при этом хотят приукрасить свой текст кричащими эпитетами и броскими сравнениями. Однако уникальность стиля не должна повредить передаваемому смыслу. Ведь накладывать стиль поверх текста – все равно то же, что носить парик, как правильно заметил Уильям Зинсер. На первый взгляд, человек в парике кажется юным и даже симпатичным. Но на второй он выглядит слегка неестественно. Читатель, читая эссе, сразу замечает банальность и неестественность. А ведь ему в эссе нравится искренность. Отсюда фундаментальное правило. Будьте честными, искренними, неповторимыми. То есть, будьте самими собой. За каждым эссе читатель должен разглядеть автора как реальную личность. Распознать его активную позицию. При всей необычности эссе, оно должно отличаться смысловым единством. Единство не дает мыслям читателя разбредаться в разные стороны, удовлетворяет его подсознательную тягу к порядку. А главное, внушает ему уверенность в том, что в своих рассуждениях автор знает, куда движется. Здесь вам важно сделать выбор, как вы собираетесь писать – от первого лица, как участник, или же от третьего, как наблюдателя. А может быть и вовсе от второго, как, например, апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 12 главе 2 стихе, рассказывал о своем опыте посещения неба. Он пишет «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». Также важно обеспечить и единство времени. Эссе можно написать в прошедшем времени. Например, на днях произошло важное событие в жизни богословской семинарии. Часто авторы эссе используют настоящее время. К примеру, обучаясь в христианском вузе, я надеюсь получить полноценное знание по истории церкви. Эссе, как виду письменной работы, не чуждо и будущее время. Однако важно выдержать все произведение в одном времени, не перепрыгивая из одного в другое. Говоря о единстве эссе, важно отметить также единство тона. Можно выбрать тон дружественной беседы с читателем, а можно и более официальный тон, чтобы описать какое-нибудь серьезное событие или представить ряд важных фактов. Любой тон вполне приемлем, только важно не смешивать их в одном повествовании. В эссе важно использовать слова-связки. Они помогают плавно переходить от одной части произведения к другой, достигая логичности изложенной мысли. Это могут быть следующие вводные слова и фразы. Например, «И поэтому», «Так как», «Таким образом», «Отсюда следует», «В следствии», «В результате», «В зависимости от», «Согласно этому» и так далее. При изложении эссе важна динамика. Она достигается прежде всего глубиной и логичностью мысли, а также использованием разных по структуре предложений. Читатель может заскучать, встречая в тексте предложения правильной структуры. Важно самим перечитывать текст, и если ход мыслей представлен довольно вяло, необходимо изменить порядок слов или подставить более свежие и непривычные слова. Можно использовать разную длину фраз, чтобы они не звучали так монотонно и предсказуемо, или добавить несколько инверсий. Другими словами, текст эссе должен быть динамичным. Хороший эссе всегда читается легко и непринужденно. Для этого важно употреблять понятные слова. Вы пишете, чтобы поразить содержанием, а не словарным запасом. Важно вовсе отказаться от заумных слов или использовать их по минимуму. Эссе, как говорилось ранее, должно быть лаконичным. Это личные мысли автора по сути вопроса. Если вы изложили все факты и передали судье идеи, которую хотели поведать, ищите ближайший выход. Этот принцип можно сформулировать в виде простого правила. Если вы готовы поставить точку, ставьте ее. Читатель также ожидает от эссе новизны. Каждое предложение должно нести новое уникальное содержание. Здесь каждое слово должно быть важным. Необходимо избегать бессмысленных повторов, затасканных фраз и, конечно, плагиата. Руководствуясь этими правилами написания эссе, автор сможет передать свои мысли емко и интересно.